Всем привет! С вами Михаил. И у нас сейчас очередная серия прохождения кампании за Испанию в игре Ultimate Abram Red Nodes. Версия квить у нас 1.3.1 Live Air. Да, у нас вышла небольшая обновленица. Но в принципе нам кампанию игрой она никак не поломала. Вот у нас идет проверка сохранений. Давайте загружаемся. И пока игра загружается, я хотел бы сказать, как обычно, да, слова благодарности соперных вам всем. Всем тем, кто подписывается, тем, кто смотрит, кто комментирует, поддерживает. Большое-большое-большое-большое огромное вам спасибо. Потому что, да, опять же, без вашей, как говорится, грамотной мотивации, я думаю, что мне было бы тоже снимать все не столь интересно. Но я рад, что контент пользуется популярностью. И вот как раз первая часть прохождения кампании за Испанию у меня сейчас, наверное, чуть ли не рекордная, потому что там какое-то большое количество просмотров, там за 10 тысяч уже почти, что вот здорово. Здорово, спасибо. Я рад, что вам понравится. Я рад, что, да, все это заходит. Я рад, что нравятся такие игры. И то, как я их, собственно, прохожу, да, что-то показываю, объясняю я какие-то, опять же, исторические вставки делаю. Это первое. Второе сейчас вот я не знаю, опять же, когда точно это выйдет из серии, вот, но на данный момент, когда я записываю, наш сборник кораблей, благодаря вам, уже имеет порядка 200 кораблей. Большое вам за это спасибо тоже. Сейчас, опять же, все они уже добавлены у меня в компанию, поэтому есть шанс, что бот какие-то из этих проектов ваших может взять для себя, да, и, соответственно, вы их увидите в сериях, и мне будет сложнее играть. Я надеюсь, что это будет. Я очень надеюсь, что это будет. Ну, как бы, сами понимаете, повлиять на это никак не могу. Но очень надеюсь, что хорошие корабли мы ваши увидим в сериях. Вот, и я буду еще не раз, как говорится, от них страдать. Вот. Ну, и также хотел бы извиниться, что вот на этой неделе, получается, видео выходили довольно редко. Вот, прошу прощения, большой у меня был загруз и в семейной жизни, по работе, поэтому вот, как мог, как мог. Вот, надеюсь, что в следующей неделе будет получше. Будет все, как говорится, да, поспокойнее. Все войдет в русло. Видео будет выходить либо раз в день, да, вечером, либо хотя бы через день. Так вот, мне кажется, все-таки более оптимально. Ладно, хватит не болтать, скажете вы, да, гризли, тут перед тобой бой, столкновение флотов Испании и Японии. Причем это, опять же, вот у нас было, да, вот решающее такое гранд батл, да, от США. И сейчас у нас такой же ремейк, только против Японии. Да, США мы уже успешно победили, мы взяли с вами Панаму, да, будущему канал будут строить у нас именно уже под флагом Испании. И мы за него будем получать какой-то доход. Вот. Американцы пока что, скажем так, успокоились. Мы вступили в Союз с Китаем сейчас и воюем уже против Японии. Возможно, вступление в Союз с Китаем было прямее, чем решением, но чтобы не вступать, опять же, то есть я слишком сильно потерял бы престиж, слишком сильно потерял бы много денег, поэтому, опять же, против китайцев я ничего сейчас не имею, да, у меня с ними каких-то интересов пересекающих особо нет, вот, поэтому, поэтому пока что так. От японца, да, японцы здесь все-таки, я думаю, что за Филиппины со мной хотели бы пободаться. Сейчас, собственно, с ними мы и будем воевать. Давайте, вступаем в бой. Битва здесь будет сложная. Почему? Потому что, как вы уже видите, пока я болтал, да, у противника преимущество. Преимущество буквально во всем, во всех классах кораблей, то есть у них на один броненосец больше, на кучу броненосных крейсеров больше, причем броненосные крейсеры, судя по всему, хорошие. Там тоже, да, 80 копейками дюймов у них. Я думаю, что тоже, наверное, неплохая броня. Вот. И у японцев очень много миноносцев, очень много торпедных крейсеров легких. Вот посмотрим сейчас точно по количеству. И тоже, кстати, вот вы спрашивали, да, в стриме, вот у нас прошлая часть была стрима, опять же, кто не смотрел, ищите в трансляциях, ищите в плейлисте вот по этой компании. Вот. Там был вопрос, один из самых первых, а сколько кораблей тянет мой компьютер, да? Вот сейчас я думаю, что будет очередная его проверка. Почему? Потому что, видите, у нас сейчас нереальное количество противника для этой версии. То есть у нас сейчас 30 кораблей, да, еще 30, это у нас получается 62. То есть 72 корабля, 72 вымпела у нас у противника. Ну и еще наших здесь получается порядка 16, да? То есть 16 на 72. Можно так это опять же серию будет назвать. И, кстати, смотрите, вот оцените внешний вид бреносных фейсеров. Они почти идентичны. То есть что наш, что японский. Вот. Я боюсь, что будет сложно. Я боюсь, что будет сложно. Я боюсь, что будет очень сложно. Ладно, давайте запускаем. Вот, кстати, легкие кричатые серии явно видно, что у них меньше. То есть наш побольше, покрупнее, как бы, да, только более статно выглядит, как бы, чем у них. Но у нас их всего 4, у них их 20, мать его, 7, как бы, извините меня, да? Ладно, начинаем бой. Надеюсь, что не будет сейчас какую-нибудь ночь, шторм, там что-то еще. Так, вышли мы из Варпа, да? Опять же у нас прикол про Звездный Путь и прочее. Ну, что у нас здесь? День, да? Нормальная погода. Ну, в принципе, повезло. Могло быть хуже. Могло быть сильно хуже. Так, давайте, что мы тогда будем делать? Что у нас есть по строю? Пилая и Сан-Луис, наши два броненосца, наши два единственных броненосца, да, пока что испанского флота. Вот они у нас. Это будет их боевой дебют. Вот. И, соответственно, наши броненосцы-крейсера. Четыре стучки. Давайте их тоже, наверное, в один строй объединим. И, скорее всего, я их, пожалуй, поставлю в крыльдобаталию за нашими броненосцами. Потому что как-то их отделять, что-то еще смысла особого не вижу. Пускай идут. Причем, я думаю, даже поставлю, может быть, тесный строем, чтобы поплотнее бы шли. Потому что сейчас все-таки торпедный суп, да, противник нужно подходить близко. А чтобы он не подошел близко, мне нужно делать более концентрированный огонь. Правильно? Правильно. Поэтому так. Так. Наши броненосцы, я думаю, что тоже пока что не будем рисковать. Шесть штук. Давайте вы сейчас, опять же, тесный порядок боевой. И давайте вот за нашим вице-адмиралом, да. Так. И четыре наших легких крейсера. Вот вас я буду использовать более свободно. Опять же, тесное построение. Но... Но пойдете вы у меня отдельно. Вообще, может быть, конечно, имело смысла сейчас броненосцы поставить за легкими крейсерами, либо, опять же, отдельной линией. Я посмотрю. Я подумаю. Ну, пока пускай будет так. Все. Двинули. Двинули. Легкие крейсера. Давайте 20 узлов. Это подлагивает. Подлагивает мне играем немножечко, да. Компут сложно вывести. Ну, что поделать. А ничего не поделать. Как есть, так есть. Будем с вами играть на не сильно больших, да, количествах FPS. Так. Сейчас. Давайте-ка. Вот так вот я сделаю. Закрел сейчас еще браузер. Мне кажется, был открыт. Вот, да, чтобы получше тянулось. Это дело. Немножечко FPS стало побольше. Все. Пошли. Ну, у нас здесь наши крейсера перестраиваются. Мы слышим сейчас двух столкновений. Столкновения тоже. Марбазух. Опять же, да, у нас корабль, да, назван... Назван как раз вот по одному из наших наших подписчиков. По просьбам. Новый крейсер. Вот, видите, на базе полуброненосного. Вот, опять же, получается, здесь у нас 140 км. Новый тоже. Ну, как бы для испанского флота калибра традиционный, да. Такой, опять же, стоял на крейсерах, вот. Но для меня он новый в этой компании. И получается, да, у нас два наших еще обычных крейсера. Ну, ладно, пускай они все равно вместе. 140 мм, я думаю, что у меня есть на них определенная надежда. Я думаю, что будут они урон-то довольно хорошие наносить. Так, и смотрите, нас уже заметили, кстати. Заметили на легких крейсерах, смотрите, да. Так, а вот уже заметили и броносит. Так, ну что, давайте сразу же руль рельефа на борт. Ход мы скидываем сейчас давайте на... Сколько здесь у нас плечи, сказать, какая? 10 узлов, да. Ну, пускай будет даже 9 узлов. Пускай будет даже 9. Что у нас по топливу? 1-2% угля. Все хорошо. Идем вправо. Вот это группа легких крейсеров. Давайте я тоже сейчас справа пока что. И тоже вам скину сейчас ход узлов. Так, ну, пускай будет на 14 сейчас. Вот. Работаем сейчас все по миноноскам. Будем сейчас принимать именно их. Можно, конечно, было бы сейчас и нашими выйти, да, как сыграть, как контр-миноносцами, может быть. Ну, не хочу. Не хочу пока это делать. Тем более здесь, да, у нас новенькие, с кучей торпед, торпедные. Мне кажется, пока что преждевременно. То есть, опять же, противника 70 кораблей, бросающиеся в бой на них миноносцы, это значит просто, что их, они там, грубо говоря, суицидуются, да, а пользы особо могут не принести. Ну, такое. Будем лучше использовать их либо против броненосцев конкретно, да, если там совсем все будет плохо, либо против, ну, как бы для добивания, для чего-то еще. Так, все, давайте потихонечку будем сейчас начинать вести огонь. Все, наш броненосц разорачивается бортом, да, опять же, здесь даже, наверное, не бортом, а фактически на обратный курс. Так, и наш, наш Азул, Азул, наш Азулка начала вести огонь. Со своих 140-ок. Дистанция здесь, получается, 2,5 километра у нас, то есть порядка, там, ну, примерно, в районе, там, не знаю, 12 кабельтовых. Ну, на самом деле, для тысячи, да, опять же, там, для конца 19 века, для 1895-х годов, это вполне себе дистанция нормальная. То есть, к русско-японской, там, да, там дистанция была уже 20 кабельтов, 30-40, то есть, это я согласен. Сейчас все-таки у нас период немножко пораньше. Так, Пилай развернулся, все, курс ровно. А, Пилай дает залп у нас с бронебойными страдами, потому что не знаю, в кого. Судя по всему, в... Да, да, в какой-то броненосный крейсер, либо даже броненосец японцев. Пока не пойму, что это у нас. Ну, большой перелет. Так, а вот здесь у нас опасная ситуация. Смотрите-ка, скоро мы можем войти в дальность 10 тропед. Но, правда, сейчас, опять же, наш крейсер, я думаю, что должен распилить противника, потому что очень-очень-очень много мелкашек, как раз у нас здесь есть. С-76, С-37, то есть тут, я думаю, что должны мы сейчас носовать. Попасть бы, конечно, на 640 мм сюда в него, и здесь бы все уже решилось. Ну, вот, с этим пока сложно. Так, не буду пока отворачивать, потому что не дело нам сейчас скрываться с броненосцами. У нас, как раз, легких крейсерей должны отражать атаками на носок. Вот так, это... Да, есть, есть. 37 мм попало, 870 из урона, вынесли корму, и отлично. Зарывает, видите, немножко в воду. Сразу же. Шикарно. Ну, судя по всему, японец отказывается от атаки. Видите, он пошел немножко левее забираться. Ну, правильно и делает. Правильно и делает. Видите, у нас кормы, да? У нас кормы еще, дистанционная дивизия миноносцев, как это идет на нас. Поэтому, я думаю, то, что мы решили отвернуть вправо, это правильное решение. Сейчас план такой, отстеливаем ближайшие миноноски, и потом, прикрываясь легкими крейсерами, опять же, будем дорачивать влево, то есть, да, на юг у нас сейчас. Сначала добьем вот этих ближайших. Так, еще, смотрите, слушайте, а вот Азулка-то хорошо работает. Наш Азулл отлично работает. Так, 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 так. Есть, 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 есть. Есть еще, есть. Смотрите, сейчас, да, да, сейчас у нас будет как раз дебют. Дебют нашей Синей Бороды, да, Барбазул, опять же, Редкоу, спасибо тебе большое. Спасибо большое за поддержку, да, опять же, вот, крейсер был назван по его просьбе, и этот крейсер, да, этот крейсер получил бы его хрещение, и мало того, все же, в первом бою он утопил уже один миноносец, скорее всего, даже, я думаю, что не последний на самом деле. Так, давайте-ка сейчас мы перенателим немножко наши броненосцы, потому что мне очень не нравится, что они бьют у нас не туда, да, куда следовало бы. А следовало бы бить именно по миноноскам. Перенацеливаем. Так, Исла Дорчилла наша тоже давайте сейчас тоже весь сюда, огонь, все сюда. Так, Азул, давай сейчас по следующему миноносцу. Ой, здесь, конечно, сложно. Здесь сейчас легким крейсерам будет сложно у нас. Ох, есть, смотрите, слушайте, и наша, да, наша синяя борода, Барбазул опять попал в миноносец. Сумиду сейчас она пустит, судя по всему, тоже на дно. 76, и еще 76, смотрите, да, из однотипного крейсера тоже попадание. Фушими. Слушайте, отлично, отлично. Ну, японцы, конечно, отчаянные люди, да, ведь они пытаются у нас выйти на наш строй на миноносках. Пока что сейчас вопрос, как бы, да, что закончится раньше. У японцев миноноски, да, либо они все-таки смогут пройти наш строй и всадить нас торпеду. Потому что одна торпеда броненосится, броненосится, может пойти на дно. Но пока что этим даже не пахнет. Вот опять же, сейчас вот повторюсь, вот почему я выбрал плотный строй, как бы, да, ну, хотя они не успели еще пока что друг друга догнать, но тем не менее, почему именно плотный строй, потому что нам сейчас нужна масса огня. Нам сейчас нужен максимально концентрированный огонь. Так, переключаемся сейчас давайте на следующую, на Хаябусу. Так, Азул добивает вот там Азуру. Довольно опасно она тоже выходит. Так, Васка Нунис Добальбоа. Давай по Исудзу полностью работай. Так, броненосцы здесь уже пошли прям куда-то, это, хардкорно, да, по по броненосцам бить своего главного калибра. Ох ты, ох ты, ее залетело. Ну, это сейчас 4-дюймовкости залетело. Офигеть, вот это да. Так, ну, отлично, слушайте, сейчас моему компьютеру будет явно полегче, да, сейчас явно мы количество противников очень сильно сокращаем. Так, ну, нужно переключить, нужно опять же по Хаябусе, огонь сконцентрировать бы. Потому что, видите, сейчас у нас по легким крейсерам пошли бить, а вот Хаябусе нам опасно, мы почти в радиусе тропед. Так, и опять же здесь давайте Санта Филомена наш по миноносцу, идем по миноносцам. Уходим ему в сторону, да, заходящего солнца. То есть, столкновение, смотрите, у противника. Так, Пилая, давай-ка по каре, противаминным по каре. Сэт Луис тоже, давай, противаминным по каре, наверное. И, смотрите, вот японцы, да, миноносцы пошли в атаку, а вот основная линия-то вот она здесь прячется, да, как говорится, за своими мелкими товарищами. Ну, логично, логично, то есть, да, у японцев много торпед, они пытаются их реализовать, то есть, они пытаются как-то сейчас выйти на нас, пытаются сейчас сократить наше количество. Так, давайте сейчас легкие крейсера немножко левее, тогда отворачиваем. Пускай, опять же, не воюют против своих визави. Благо, что японцы помнят, что у них, видите, легкие крейсера почти никакие, здесь всего лишь четыре орудия. То есть, неплохая точность, смотрите, неплохая точность и отличный баланс у них, всего лишь 0,2%. Так, да, слушайте, неплохой, неплохой корабль, не самый плохой корабль, скажем так, да, признавайтесь, не ваш. Чья работа? Нет, ну, скорее всего, бота, конечно, да, но выглядит неплохо, выглядит неплохо, главное, что нет, опять же, сильно какого-то большого продольного смещения и перевеса. смотри, как у нас кари, у нас кари очень близок к пуску торпеды по Сан-Луису, но благо, сейчас на него залетело очень много урона на 1800, может быть, конечно, сейчас немножечко его у нас охладит, его пыл. У нас очень мало 37, то есть, да, у нас есть тут вот носовая батарея, скажем так, наша 37 и все. Вот вы сейчас спрашиваете, зачем я их ставлю, потому что, если бы их сейчас не было, наши броносцы были бы совсем голые, а так они хоть как-то, но могут отстреливаться, хоть чем-то, хоть как-то, да, кари сдаму раньше, пустил торпеду, отлично. Так, хорошо, хорошо, вот на справитие по Исудзу пошло, шикарно. Слушайте, опять у нас наша борода, да, отличается, вот прям, счастливый, счастливый крейсер, опять же, от Колбот, большое тебе спасибо. Корабль получился хороший, тоже совместными усилиями, да, спасибо всем тем, кто помогал его строить. И у нас к эстропедой идет с Акиношимой по Санто-Филомене, ну, как-то в корму, не знаю, даже есть ли шансы какие-то у нее. Ну, давайте, допустим, правее, левее точнее, да, и дам ей больше ход нашей Филомене. Должна проскочить, да, ну, Акиношима здесь, как бы, все, она уже без хода, у нас с дикими затоплениями. Нужно бить по Хашиме уже, Филомена, давай по Хашиме, потому что отсюда-то мы, конечно, убежим, да, а вот, да, блин, право наоборот, Хашима сейчас тоже явно пустит торпеду, явно по Филомене. Если, конечно, Филомена, да, раньше ее не затопит. Так, Исудзу у нас там тоже сильное упражнение получает, отлично. Но и мы, да, и мы тоже получаем, это не война в одну калитку, мы тоже получаем. Так, Филомена, давай, 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 надо бить, надо бить, надо бить. Можно, конечно, опять ждать дымы, но, честно, смысла особого не вижу, потому что пока что, да, опять же, преимущество огня-то вроде на нашей стране, поэтому, стоит ли? Я думаю, не стоит. Видите, противник это понял, то есть он понял, что меня носится, мы острелили, как бы ближайшие, видите, крейсера пошли разращиваться влево все вдруг и уходят, скорее всего, за линию своих тяжелых, я думаю, что, либо просто сбивают мне пристелку, тоже вариант. Да, да, Хашима пустила торпеду, блин, торпеда, скорее всего, попадет в Санта, что Филомена, у нас не везет, да, прям Филомене сильно не везет, убивать руль сильнее право-наборот, ход сбавлять, это же не знаю, есть ли смысл, давайте попробуем сейчас на ДД0, пока до нуля, хотя нет, нельзя, мы сейчас становимся до 16. Да, есть, Исунзо тоже тонет, шикарно, причем смотрите, с броненосства, с броненосства попал, Пилая наш попал на 6000 урона, слушай, Филомена почти уходит, даже, скорее всего, пройдет Филомена у нас, надеюсь, тропеда у нас зачем-то Валентина преследует, хотя, Пидея давно должна была уже затонуть бы, как бы, но почему-то найдет дальше, хотя бы, ДД0 у них, как и не у нас, 900 метров, но как-то, японские тропеды, все-таки более дальнобойные, и да, Валентина сейчас, скорее всего, схватит, схватит, нет, не разорвался, отлично, не разорвался, шикарно, шикарно, так, давайте-то сейчас вот, что мы делаем, наши легкие крейсера, 16 узлов, лево-наборот, наши броненосцы, пока что тоже немножечко лево-наборот, почему, потому что, видите, сейчас противники пытаются куда-то уйти, надо его преследовать, что ли, тогда уж, я думаю, да, чтобы нам этим не заняться, давайте-то сейчас ход до 12 узлов для пилы увеличим, для головного, соответственно, и для всех остальных тоже, так, миноносцы у нас по корме, там, наши пытаются, там, догнать куда-то, ну, пускай догоняют, такой старый добрый линейный бой, да, парусных эпох у нас сейчас происходит, ну, благо, то есть, вот, концентрация огнева, сами видите, ну, потому что у нас на легком крейте сколько орудий, да, какая толпа, и на одном типе, на другом, то есть, а у них всего по 4, то есть, естественно, как бы здесь на нашей стране, так, Валентайн, давай-ка по Хашиме, мне не нравится, как она пыталась стрелиться, так, Филовена, давай по замыкающему, тоже миноносцу, миноносцу, сейчас мы все будем остреливать, ну, их нафиг, они какие-то дикие у японцев, мне кажется, долбаный там упор подходит, так, у нас что, Муцусима подходит, Васка, давай по Хашиме тоже, Муцусима тоже, такое историческое название, тоже было в реальности крейсера Муцусима, довольно интересный крейсер, как раз с этим, вот огромным 300, тоже, по-моему, 27-минтровым орудиям, если не ошибаюсь, здесь не забуду, ставлю фотографию Муцусима, реально сюда, так, ну, неплохо, пока неплохо, ну, кашки решают, сейчас видите, вот пока что, пока что, потому и вижу, как бы, что вот, крейсера вот типа синяя борода, наша вот эта барба Азул, работают-то лучше, на самом деле, чем вот то, что было у нас, то есть, видно кучу мелкашек, они вот, как-то кинайте брелки ПМК, да, они очень хорошо спиливают, аминоносцы, то есть, прям просто истыкивают, дико их истыкивают, всем, чем можно, так, отлично, отлично, так, ну, старцы пока работают, да, видите, какие-то попадания, опять же, делают 4-дюймовками, и даже, даже неплохие попадания, да, смотрите-ка у нас, прям, да, на Рапидо, ох, есть, Муцисима, бедная Муцисима, вот так, пока что еще ничего не кончено, то есть, да, первый накат мы, конечно, с вами отразили, это хорошо, но тут еще далеко, далеко до каких-то победных революций, так, давайте-ка, скину ход тоже до 12 узлов, тут они идут параллели нашей колонии, и сейчас, да, по идее, легкие корабли, конечно, логично было бы спрятать, наверное, за броненосцы, но сейчас они не идут перед, почему, потому что, опять же, у меня на них много скорострелок, броненосцы у меня почти голые, да, вот в плане, опять же, мелкого калибра, да, сейчас покажу, тем, кто не смотрел, может быть, да, либо пропустил, либо перемотал, вот пилая, у меня получается, что, два Рудия ГК по 320 мм, немножечко 4-дюймовых каземат, ну как, довольно много, но тем не менее, да, но 37 всего лишь вот, то, что в носу, такая у меня батарея, да, настройки, и все, и больше у меня их нет, то есть, опять же, вот им мелкашки нужны, а как противоминный калибр, все-таки сейчас, всякие 37, да, 45, там, прочее, они очень хорошо работают, что не говорит, так давайте-ка, можно все-таки дадим дымы, нашей колонне, легких крейсеров, подзадым немножко нам броненосца, да, чтобы мы не створились, и самих прикроем от залпов противника, тоже будет неплохо, а вот японцев начался хаос, видите, сейчас легкие крейсера пошли сталкиваться, Муцусиму мы добили, отлично, и сейчас Яхаги мы идем, идем бить Яхаги, отлично, про виды какие, 8-дюймовки, да, либо 320 наши залетают, такие прям, все рады, жирненькие идут, знаете, такой бой, вот с какой-то версии, там, 1-1, да, когда-то эти были бои, там, 150, там, на 10 кораблей, там, мы проводили, кто помнит, да, кто, опять же, канал, на нас смотрит, а такие бои у нас там были, и довольно забавно это все было, так, пилая, 3%, он бьет просто в кучу, смотрите, он бьет просто в кучу, опять же, не попадет в крейс, когда попадет в кого-то еще, скорее всего, залп фугаса пилая, и, ну, близко, близко по борту, но, к сожалению, не попал, ладно, так, мне что-то не нравится, сейчас, аминоносцы, давайте-ка я их все-таки откреплю, добавлю им хода, да, да, пускай будет за 29 узлов, и вот они, пускай сейчас уходят мне за линию броносцев, они могут попасть как раз под атаку вот этих легких крейсеров, я бы этого не хотел, так, азул, давай сейчас по аминоносцам переносим огонь, там опасно, с лицевых углов зайдет, так, и второе тоже, давай-ка сейчас по чудоре бей, потому что здесь, судя по всему, наши броненосцы, да, уже яйца адмирала старцы развлекаются, и развлекаются, судя по всему, очень успешно, ведь вот 8-ми дюймовка попадает легкий крейсер, там еще, так здорово, да, что логи идут тоже на русском языке, кстати, по поводу русского языка, вот честно, комментарии меня уже немножко на этой неделе подутомили, да, есть в этой игре русский язык, да, он есть, он есть, товарищ, он есть, все, да, дедноуты надо брать, они теперь на русском, не, ну, без шуток игра классная, как будто ее рекомендовать, то можно смело, как вы понимаете, поэтому, так, ну, отлично, отлично, опять же, там у нас куча, ну, бот, это бот, что не говорит, да, но большая информация действует, он не умеет, то есть он честно пытается, но это не его, это вообще не его, так, широками пошел на дно, отлично у нас, ну, слушайте, смотрите, ой-ой-ой, вот это да, сюда, куча залетела, давайте пока посмотрим, просто, опять же, как это выглядит со стороны, то есть это вот весь японский флот, просто куча дымов на горизонте, это нереальное количество кораблей, вспышки, сполохи, да, опять же, закатное солнце, сейчас, красиво выглядит, ничего не скажешь, очень красиво, здесь оно что-то догорает, да, что-то щеголяет пожаром, что-то уже тонет, и сегодня, видите, они все равно пытаются идти в атаку, да, повреждены, но не сломлены, залетел снаряд, сейчас, в крейсере, наши миноносцы тоже здесь проходят яростно, красиво, красиво, где еще такое можно посмотреть, правда, это супер битва, вот именно такого, ждешь от такой игры, именно хороших сражений, так, ну, у нас здесь, смотрите, у нас тут что-то неладное с миноносцами, как я и говорил, они очень сильно как-то у нас затупились разворотом, и сейчас проходят сквозь строй кораблей противника, просто все, так, давайте сейчас мы отцепим, здесь как, пока я любовался красотами, да, у нас получилась такая вот штука, так, отцепляем, есть, все, ты у нас ты сам по себе, давай уходи, самый полный, вы, товарищи, давайте-ка тебя я тоже отцеплю, тоже право, тоже самый полный, так, и вы, вы, пегасо, вы, да, хорошо у нас тут, вот вы здесь хорошо, почему-то два миноносца у нас решили как-то пойти каким-то своим путем, давайте, от пегаса тоже сейчас отсоединю все-таки, вот, и пускай он тоже правее у нас, здесь я немножко не следил, я тоже смогу посетить, конечно, миноносца, неприятно, не спиртельно, но, смотри, дайте еще активно тропедами пристреливаются, отдают, но, благо, тропед у нас побольше, и подаем-то мы получше, так, осаго, так, осаго выхватил сейчас, так, а наш, че, чил Рео должен проскочить, должен проскочить, да, отлично, тропедок, смотри, может, что войдут еще, и что в какие-то легкие крейсеры, у нас, ну, судя по всему, сейчас, да, у нас командующий, вот, минной, да, дивизии, решил, немножко, хороший приказ, поучаствовать в бою, подойти и выпустить тропеды по над концевым легким крейсерам, и, в принципе, даже это получилось, судя по всему-то, да, даже без каких-то серьезных повреждений они у меня и отойдут, что неплохо, правда, сейчас придется восстановить устрой потом долго, так, ладно, что у нас тут, здесь тоже что-то у нас, опять же, неладное, потому что, видите, уже пускают наши крейсеры, от тропеды, это вликает то, что у нас, что-то здесь пошло не так, на протяжении все-таки порвался к нашим легким крейсерам, давайте-ка, принесем тоже огонь, ну, близко, близко, видите, сейчас вот они, этими легкими тропедными крейсерами просто меня пытались ломануть, чуть-чуть немножко не хватило до меня дойти, и опять-таки они начали разворот, но чуть-чуть, буквально чуть-чуть, еще вот метров-то, так, где-то 900, ну, тысячу, и они бы проломили мой строй, то есть сейчас это опасно, это опасно, я даже не знаю, давайте-ка пилаем, и мы немножечко правее возьмем, да, и легким крейсерам тоже правее возьмем, да, да, вот эта тропеда, нет-нет-нет-нет-нет-нет, Азул, вот эта тропеда не зашли, выслушатся, ну, проскочит она мимо, ну, возможно, под большим углом сейчас столкнется, и не сработает, скорее всего, давайте-ка сейчас скину ход уже наоборот, в ноль, пускай она быстрее пройдет, нет, слушайте, даже просто пройдет мимо, просто пройдет мимо, так, что-то наши миноносцы, давайте посмотрим тоже, ну, миноносцы с горем пополам, вроде отошли, даже без каких-то сильных повреждений, хорошо, хорошо, так, давайте-то сейчас у нас-то лога, заканал, другая, сейчас мы-то за вами обратно встроим, все это вернем дело, потому что не буду сейчас выяснять, кто из вас главной, кто какой, просто пока что, пока что отходите, да, пока что отходите, пока что вам 29 узлов, и выходите, здесь, повторюсь, атаковать какими-то миноносцами, сейчас это будет суицид, это нет, это не вариант, проходит торпеда дальше у нас, вот не попала бы она в Пилая, кстати, давайте к этим ребятам тоже ход подкинуть до 18, пока что, пускай придут вперед, как могут, так, Азул, давай сейчас снова кочегарим с тобой 16 узлов, пускай будет 14, Косаги тонет, отлично, да, вот Пилая сейчас, ну, с его маневрной смеси, даже некуда его сейчас провернуть, это будет, в общем-то, пускай идет как идет, должен проскочить, должен проскочить, я надеюсь, так, Азул, 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 давай-ка сейчас по-цикусиме, бей, какие приятные японские названия, да, хоть и, по идее, хрен прочтешь, но, так как они, опять же, все относительно исторические, какие-то, старцев по ЧТОСА, Кубатитоса, да, какие еще тоже называют, смотрите, сейчас тоже часть от нас отходит, а часть у нас на мой подходит, здесь, у благо экипажа у нас тоже обучены, вот, то у японцев, видите, у них еще минус, у них экипажного вобранца, то есть, у них, да, слабый боевой дух, дрожащие трясущиеся ручонки, там, и незнанием отчасти, так, торпеды прошли, хорошо, пилая, пилая, да не, пилая нормально, все, пускай работает как работает, пускай бьет в кучу, здесь, я думаю, что наша борода, да, да, у нас флешфар, ицкусима, ничего себе, то есть, наш озвук, смотрите, прошила, с тасракомилитровым странам, просто, ицкусиму, и она взорвалась, к чертям, ну, теперь японская космическая программа, у нас тоже началась, да, отдельно взят на миноносцы, красиво, слушайте, нереально красиво это выглядит, фпс немного, скажу честно, район 10-15, даже просто, немножко не вывозит данный бой, вот, но, но выглядит красиво, просто, да, докопить, нормально будет потом, ну, пока что, в принципе, для кораблей хватает и этого, с горем пополам, но хватает, так, сменец у нас вроде ушли, ой-ой-ой-ой-ой, а вот это, что у нас попало, 215-мм снаряд, филамена опять залетела у нас, 215, это больно, это больно, причем, скорее всего, он с этого товарища, думаю, что, да, у нас попал, при точности 0,4%, а вот филамена, да, хоп, и еще и машины, и пояс пробил, это больно, это больно, ладно, пока не буду вводить ее в строю, посмотрим, может быть, она сейчас все-таки откачается, починится как-то, хотя, да, у нее уже нет снарядов, тут, не, филамена надо отводить, филамена надо отводить, не везет в филамене, да, торпеды начинают догонять, то еще что, так, каземат у нас выбили на Сен-Луисе, хотя филамена пока, пока держит, пускай пока воюют, окей, у меня нет бронебоев, но есть фугаса, взорванул еще бы комплект, хотя у нее, видите, у нее еще углы, хотя спиляет, спиляет, он пускай спиляет, плохо, что видите, у нас, по корме получается сейчас наш Арагон, да, и старцев как раз немножко подотстали, вот это мне не нравится, так, Пегаса, прочие, куда вы у нас идете, у нас вы идете вот сюда, да, какие-то дикие ваши маневры делаете, так, и Хауэн надо отцеплять и отправлять, наверное, домой, почему, потому что он у нас уже, видите, с выбитой машиной, не имеет смысла, да, пускай идет, так, потихонечку, потихонечку топим, что у нас с погодой-то, мне кажется, ли у нас, какой-то туман, спустись, да, у нас, мне кажется, опускается, пока что погода у нас, клир стоит, ну, а, дейтайм у нас, видите, еще тоже, у нас еще дейтайм уже, точно надо на точке слиять, то есть у нас сейчас, видите, солнце-то почти село уже, и скоро у нас будет ночной бой, так, еще решили наш легкий кристерарь, здесь створится, и столкнуться, плохая идея, давайте лево на борт, так, борода, давай-ка ты у нас, полки, пилая левее тоже берем, с ночной бой у нас скоро, так, и пилая, давайте-ка ход меньше, ход сейчас где-нибудь на 10 узлов, да, да, то есть сейчас мы еще и до ночного боя, таким темпом докатимся, опасно, конечно, сейчас у Арагона, да, вот идет концевым, за ним вся эта толпа, мелких утлых суденошек японцев, да, так, лецухаги закопили, отлично, тоже немножко смешался, трое у нас, но здесь по моему недосмотру, да, на Сазу, пилая, тут шили, немножко посталкиваться, да, ну ладно, санта-филомена, блин, не знаю, водитель, но филомена, в принципе, один сектор, откачала даже, но не подстрелов почти не осталось, вот еще минус, хотя есть 37 ммэй, еще казематные, мало, да, урон наносить могут, поэтому пускай пока, где же строй, пока что, она еще может, хотя, как-то там, одавно не верит, держится на курсе, нет, ладно, давайте в самом начале выводить, не буду рискать к рейсерам, ну, нет смысла, пускай лучше починят, да, и в следующем бою мы их используем, в этом бою, ну, толку, тем более, что видите, она сковывает нам ход до 11 узлов, вообще не имеет смысла, так, ну, тут куда-то, скорее всего, это затесное построение, давайте на нормальную переключим, сейчас окей, скорее всего, именно затесное, они у нас постоянно начинают подтупливать сейчас, так, вырабатываем, опять же, миноносцы, крейсера, так, есть попадание, запт с миноносца, к сожалению, мимо, так, и здесь у нас все, смотрите, то есть, сквозь строй, противники там порвались, давайте сейчас берем-то легкими крейсерами еще левее, пилая тоже еще левее, ход увеличим на 12 узлов, благо здесь у нас все машины целы, миноносцы на 30, пока что, да, пока что следуйте за миноносцами, выходите скорее на траверс, отлично, отлично, еще минус миноноска, сейчас будет японцы, слушайте, японцы тут сейчас останутся без японцев, там просто наряжать новое поколение моряков, да, потом уже начинать с нами воевать, так, филомена сейчас прорезает строй, устроится 3-4-ка сверху горят, так, и филомена получил еще сквозняк, у нас корму, судя по всему, окей, это ерунда, так, арагон у нас перестреливается с японским легким крейсером, попадает, но видите, не всем, да, не весь роман проходит у нас, где броненосцы, где броненосцы, мне нужны крупные, мне нужны крупные, броненосцы где-то здесь, но мы их сейчас не видим, опять же, да, у нас дейтайм, точно снижается, кажется, точно снижается с каждой минутой у нас, ох, есть, пробить отлично, сейчас пока что мы, строй японцев, который у нас нарушился, мы просто изничтожаем, но видите, легких кораблей у них меньше остается, здесь уже пошли в ход броненосные крейсера, и вот с ними будет прям интересно, то есть у нас у дзо из чего, ага, с 8-ми дюймовку хватывало, здесь у нас токачиха и чёду получают, тоже токачиха, всё, чёду пока ещё не всё, здесь вот эта вот группа, видите, они пытаются фронтом атаковать нас, то есть, да, видно, приблизиться опять же на какую торпедную атаку, но без шансов, мало, мало огневой мощи, то есть 4 оружия на борт, это мало, это мало, с которой уже не все и могут бить, как ни крути, но это мало, да, просто изничтожаем эту группу, всё, залпы из закатной дымки у нас проходят, красиво, красивый бой, именно визуально красиво, ствариваются тоже здесь уже, ой, тут, да, вот эти всем хана, просто хана можно ввести кружком, да, и зачеркнуть, они, они уже мертвы, они уже мертвы, надо сейчас убивать хотя бы броненосных крессера, потому что броненосных, я уж не знаю, найду я, не найду, но броненосных крессера выбивать надо, может быть даже придётся сейчас отцепить не свои броненосных крессера, да, от броненосцев, послать их вперёд, вот, видите, вот, 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 вот броненосец, ночь очень далеко он очень далеко у нее не шин вообще сдался так решена крыса мурайский дух хотят от 2 процента получиться на какой-то смориский дух чертям сейчас затонешь здесь получается с группа тоже легких крейсеров которые пытаются еще добивать по пегасу до поминоноски по нашей того что можно пытаться порываться по уни атаковать семя носцами ну нет точно не сейчас так давайте-ка легкий письмо пока руль прямо так пилая давай-ка ты бей уже по бульонскому крейсер хватит маленьких обижать и давай еще левее залпа главного калибра отлично сквозное пробитие но куча пожаров он сейчас горит и думаешь так давайте-ка сейчас дадим дымы когда мы сейчас я не забываю просто не считал нужным их использовать честно скажу потому что он принципе неплохо и так выходила бы дымы стеки такая экстренная мере да когда нужно куда-то уйти развернуться сделать какой-то маневр опасно еще что-то тогда да просто так и взять просто потому что не есть на некое что странно так 15 торпед кошмара у нас ну и то не тоже на фактически суши река здесь даже легкий крейсер хватит по логу они довольно неплохо справляются с противник то он тоже отлично эти и азу у нас получила больно спросить почти соя почти всю верхнюю палубу и снесли по мостик опасно опасно и 37 на свете без боекомплекта остались частично не все но частично потому что сейчас да против сузу и против бреносного крестьян уже работают конечно и тяжеловато не не для этого да они строились так давайте сейчас мы сделаем вот что все таки да нашу группу вице-адмиральскую до серии бреносных мы сейчас сами открепляем даем те же самые ну пускай бы 16 узлов на полном ходу идут и берут еще левей то что бреносном свете здесь там как-то еле-еле пытаются кота судя по всему честность вы плохо работает видите на тесном свете начинают манерировать чуть сильно влево вправо то есть сам сбивает себе точность и ничего хорошего с этого не выходит так азул азул надо было надо было конечно крепить ведь сейчас я вижу броненосцы противника вот они троечка вот мне бы их кажется перехватить бы в деле даже меланосцами но здесь мы знаем да что тут их дофига так филамена существует тебя филамента не добьют нет из нее опасаясь довольно много за не побежала противника на даче сможет сделано на развернем наших старцевых налево налево и будто не работа с правым бортом прикрым ножка филамена и проведим группу легких крейсеров опять же думал что это будет хорошо потому что действом прорвались да здесь наши легкие крейсеры работают хорошо пусть наши броненосцы там пилая тут они явно справиться то есть да здесь что-то еще мне придумывать не нужно здесь и так неплохо называть что сузу это же стопе кстати не стоит бы сейчас мне с нее 8 дюймов конечно что цены процент точности это жестко да давайте-ка сейчас . право на борт возьмем чуть отойдем отойдем плюс садим куда при посылке для кашет ать вот вот это прям больно было больно смыть и выдержала броня то выдержала 100 основной пояс 50 и 40 миллиметров носа кармана она держит она держит невероятно но факт я ческа думал сейчас как бы до нашей азула хана то не настало бы без на героическому крейсер который на нее сметят 83000 урона она сделала всего у нас 200 239 то есть вот этому крейсер принадлежит сейчас примерно треть урона всего всей нашей эскадры то есть да вот коротко его эффективности но по хорошему я думаю давайте ка сейчас я вот цеплю потому что довольно сильно нужно избит как-то мне за него боязно честно скажу хотя ладно ладно пускай сейчас покажет еще так что наши броненосцы развернулись развернулись отлично так можно туда нет пока даже не будем скидывать ход никуда так аминоносцы нашего растянулись миноносцы давайте-то сейчас мы лево на борт и за броненосцами пускай иду потихоньку да слушать синяя борода не ожидал не ожидал что он сможет но она смогла это факт пережить такой залп сузу и 12 процентов еще залп еще за 12 процентов тоже много еще попадание сквозное пробитие слушайте водка что она получает да уже 58 дюймовых схватила опасно и больно здесь до поставить и легких я вышли против броненосных это конечно да то есть 8 дюймов против 4 это нет это слишком опасно слишком больно так и сладочил на наши давай ход прямо и погнали скину хочет дать 13 узлов да и там у нас почти минус 25 процентов точно свите солнце села еще часть светлого горизонта у нас конечно есть но так фактически солнце то села так легкие крейсера давайте уходим 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 пока что за броненосцами что за броненосцами так пилая ты у нас бьешь посуду и все правильно с луис далековато нет бить куда-нибудь вот сюда будет хорошо так нашими нос развернулись до развернулись отлично отлично все тоже хорошо сейчас будет основной замес у нас броненосных крейсеров сейчас не будет отстреливать вот эту легкую мелочь которая пытается куда-то нас там выйти благо у нас здесь много 2 дюймов двух четырех четырех дюймов прошу прощения как раз то что нужно против этих тропедных крейсеров я думаю что то есть сейчас у нас тогда виду наступающих наступающей ночи сумерек у нас адмирал отдал приказ броненосных крейсерам действовать самостоятельно линейки они развернулись да и пошли бить именно мягкую цель ту которой они могут бить собственно это логично так и давайте все-таки нашу синюю бороду отцепим я думал не так довольно сильно страдалось вот я по сейчас прицеплю на за броненосцами думаю что так где у нас здесь вот пилая даст луис вот она пускай идет сзади сзади будет прикрывать хорошо все сузу ему добили так вас кому не сам и соответственно сейчас ход 17 и обратно лево на борт ему дадим в левом не хочет поворачивать прогноз ладно сейчас разберемся так пилая бьет нас по чуде и каждый не красливый чудо все я сегодня уже топили так это еще до чего да похоже что да так броненосцами наш клей на борт сейчас учетом быстрее изничтожен будет нам счастье так все пошла война пока что приносто письма почти закончили свой разворот отлично и тоже лупит по легким легкий теперь последует санта филамена вот отлично сейчас мы их отрежем как раз да я думаю что четырех наши бреносца хватит на всю эту группу ты согласна конечно тем самым их выключая сбой а звезды утопить такое количество легких крейсеров да на которых тоже там зените меня там по 200 там 300 человек экипажах в это неплохо так и плохо то что смотрите ко мне берут часа 2 огня справа какие-то корабли привели справа по борту от пилая так ну не с ну не с ну не сдать к легкий крейсера бейте вот как раз по вот этим кораблям по всем обоим переключайте огонь это ловить уже на два борт и так работает на пилая надо сейчас что надо пмк полностью по вот этому надеюсь что-то меня носит дать меня носится теперь же японцы видите они такой немножко засадный полк для нас приготовили на честно ребята не молодцы молодцы тактически это хорошо то есть это мог проморгать и эти доме носа имели шансы выйти сейчас на подбойный борт сделать не больно так тонну затопили отлично было я дымовая труба урону эти красные углов и боюсь что тропеды то он сможет успеть пустить я по нему конечно бьюсь пилая в том числе но вот если сейчас тропеды у него не рванут то по нам она пойдет на рули выбили кицу чтобы заклинил какой-то право на борт эти руки бы ему так машину это все хорошо тропеда нужно нужно подорвать ему торпеду ох саду из там валивать бронесном крейсерам пилая нужен гол нужен гол опять же на носу все наши мамы медметровить это не как раз попадают они бьют но боюсь что петонгад успеет пустить хотя не факт что уже тоник возможно сейчас выйдет на углы и ничего нет ведь поворачиваю проще тропедный аппарат ну кто успеет доблестные минеры японцев или до успели меня пошла тропеда пошла рыбка пошла на пилая не в тему не в тему будет сейчас получу тропеду на этом им еще сменится же не все шансы так я думаю как лучше бы здесь как не лучше не лучше 900 метров то почти упор да обриносит не только работа может избежать репетного падания но судя по всему прощай на своя конечность пилая где санс работает она добили мы ее конечно сработала сработала на прощай на своя конечность ладно в принципе до 15 узлов у нас ход есть так не сильно критично держим не что видите здесь еще один еще один у нас миноносец выходит к нам и вот как бы он сейчас нас тоже здесь не это не от того колда так и наш мир нос если дать каши минус мы развернем прорежем стройка дадим сейчас строить скорее всего не колонну же оперинга и пускай не пытается порваться на броносцы на у нее эту сторону куда-нибудь может быть так получится как-то торпедировать их не знаю так что у нас хотя у старцевых то здесь дам что у наших броносных крейсеров в принципе все неплохо неплохо идут топят до филамена таки захотя филамена тоже да уже ведь сейчас у нас пошла перестеливать с противником надо бы нам ее отвернуть но благо что у нее 37 есть то хоть что-то сделать может пути иногда хоть куда-то она попадает но надо увеличиваться сходу 16 узлов горчила то что иначе филамена мы спасти не успеем как не крути но одна из задач для этой группы так что у нас опять же по броносцам пилая и наш опять успеет за запустить тропеду а может не успеет слушать а может не успеет нет не успел отлично этот не успел выпила иди был близок да к тому чтобы получить так у нас сам лазуру от ночи до скоро будет ночь хорошо что больше часть миноносцев у японцев погибло мы успели их отстрелить это здорово не успели было бы сейчас нам больно было бы плохо так еще терпимо глаза га давай я не знаю тоже да опять здесь у нас есть больше просветить между кораблями но то достаточно чтобы наши минусы прошли не знаю так сам луис давай по такоса га может добьем его по-быстрому пмк лая лево на борт нам очень скажет какой-нибудь лидер бы да для наших вот то минусы было бы хорошо наверное но к сожалению такого у меня нет так азул давай сейчас по юбаре полностью с леоточь огонь хорошая прошла перескеллочка там смотрю у нас у броносцах крейсеров тоже здесь да все в порядке бьют потоле так арчила дайка бей час по 7 опять же она сейчас до филомена опасно остальные добивает там а пока что димовки проблем не будет я думаю что так миноносцев эти попробуем сейчас выйти может быть вот так он хотя и даже не за на броноске было привязать да это дать мы тоже по броносным крейсером пока что отработаем по идее что мы теряем так пилая давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай моназуру все отлично пилая дальше сразу по следующим я носу ведь еще 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 миноносцы появляются что выходит ох ты ох ты 120 с чего-то залетела минус носовая конечность до представляет это больно так ладно сейчас подводим а то сюда 3 3 противника тропедами то что бреносцы я пока что к витязани то бреносцы японцев пока ладно хотя тоже выйти бы на них ну вот у них 63 миллиметра есть 63 43 хотя не так много не так много пытаться то можно было бы даже так вот лоза допустила да сейчас мы сделаем вот что конечно маневренность у них оставляет желать лучшего лоза богу всегда отцепим отсюда этого строя а вот эта 4 пойдет у нас соответственно броненосцы на у нее там да и на вот это вот все так и сейчас да именно торпеда поставим то по у нее главный калибр соответственно соответственно по юбаре так все погнали а газа здесь не успевает нас никуда да такая маневрность у меня носа что это будет столкновение скорее всего жесть а его газа еще пробили в нос плюс что конечно там а тонет да есть мальчик у нас часто касаго получил тропеда он тоже пойдет на дно однозначно и смотрите к его газа пустил у нас по кисаком а по кисакоми минус что пила и здесь опять у нас можно будет грибать тоже торпеда от хитоса так что у нас с вот этой вот комой да с нашей кисакома я думаю что их она есть сейчас хотя бы где тропеда сработает они сработают да есть одна есть старая отлично хотя по затоплению довольно мало смотрите по затоплению довольно мало так минус нагару противника тоже хорошо идет торпеда еще в юбаре отлично слушать нашими носки вот в этом байоне прямо на 5 баллов сработали ох да все и баре давай до свидания минус бы комплект так поворачиваем канал на броненосец пытаемся справа и прорваться до использовать в просвете прорваться броненосцам так что у нас здесь как бы сейчас нас уже не взяли торпеда тоже надо поглядывать с броненосцами крейсерами потому что санта филамина мы конечно спасли молодцы да здесь немножечко строй противник растянули опять же устроим здесь бойню это все прекрасно но вот так и вне концу да и там видите солнцу совсем почти скрылась уже так будет тимовато скоро поэтому с и пошли до таких минусах там прочего так хиттос у нас после отстрелялась но по пилая промахнулся кстати вот это даже не заметил до что она стрелялась но вот но вот она стреляла ох да смотрите чё да чё да сдалась у нас отлично так пилая до работы добиваем сейчас хита нос этот так торпеда петро 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 ну ничего же делать не успею он идет на 30 узлах сейчас либо попадания до либо хотя нет смотрите пройдут по борту отлично вот чилерия у нас стрелялась по юбаре хотя щас пойдет пирасу до френдлифайр ладно так но в таково попали торпеды тоже хорошо пегасу сейчас хана опять же 30 злов ничего не успею сделать на френдлифайр может и не хана но что-то явно нехороший с ним будет так у нее у нас кормой повернулся нет не нравится дать к торпеда постоянно поставив все на сейф расходу так странно ой да ну юбари конечно затопили но пегас у нас остался без носовой конечности так надо дать к сейчас его откреплять крепляем и соответственно да просто конец отступление приказ так что у нас здесь здесь у нас вроде более-менее ничего затопление пока я никого не вижу да сейчас добьем опять же кицу симу вам не выходит справа борт торпед час и принципе все будет хорошо филомена получается спасли немножко легких исходе симпат перебили можно право на брода сильнее заложить и даже сейчас кину ход тогда получается не 16 давайте день там 14 так и наш мироносца дать пока подним за ними так что с эти 10 пилая это носом бьет там явно не успеет перезарядиться никуда это хорошо кто без синие бороды да смесь у наших пилосцев дела вытащи наших лёгких крейсеров дела пошли похуже кто не так немножко выпали с боями сейчас у два оставшихся и вот ничем полезным особо не занимаются ладно так ты лая ну давай 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 надо тут ахита носа добить эти точность ночь у нас 30 процентов точности мы потеряли сейчас и торпеда петра торпеда лоза глаза 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 га торпеды да никуда опять же не успею щас перед носом нет не пройдет приносом так а если за ее за зато не то есть японец и да вот уже из последних сил пустил торпед утопил внука бы не утопил попал маша и наносит баллоны живучи оказались вот и и пошел в одно гордо японские камикадзе то до последнего бьют слушать опасные опасные типы так давайте-ка торпеду под эту шуше и бьем потому что принципе то он нам получается удобнее сейчас как цель он нам представляет борт да на так это нас затопили отлично то что было возле пилая как раз у нас такая упустил торпеда ну не знаю пусть он судя по тропеду то все таки полу не но еще допустил хорошо крути 5 торпед на борту да прям стреляй не хочу тогда как сейчас право на борту чтобы остальные поближе подвести здесь тоже явные промахи это без сомнений хотя торпеда были на сэйве да вот и сэйв так давайте-ка сейчас пауза драгонера ты бей сейчас по шашею ты по унию схватили торпеда сейчас мост ну ладно ну что тебе вот 5 залп из пяти торпед не понравится а были у нас не тропед здесь так ну зато не здесь есть шашей щас получит как это получается не шашей то сахей 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 на сахе сахей джублевой на сахаре так ну скажите тоже получим торпеду ну здесь надо уже на нашем аминоносцем разворачиваться налево на борт сильнее и уходите на полном ходу сколько смогут у сахар еще сдать сахаре сейчас у нас прям медли мы всадим о да что это 5 минус броненосец это минус броненосец это минус броненосец это минус броненосец сахая но подание торпеда у нас куда в драгонеру на удивление наши носа делали держит дед держит оркеды подай лучше в японский броненосца хотя что них а тоже по перевесу по прочему в смысле продали смещение 4 процента все то есть это хорошая броненосца даже для бот это хорошая броненосца так у нас здесь рапида наш ой дешевле ладно я не ладу нас трепедами пошло смотрите-ка здесь прям по нам пускают только в путь так арчила добиваю ru rapido цикусе молодежь немножко забыл здесь про цели указания ведь из-за этого сейчас могу обрести конечно так здесь вроде бы рапида торпед да чудом но отошел молодец сейчас юра может пустить пар чили причем в упор хотелось бы так лан тут более-менее раздал команды мемоски нашего уход с атаки тоже неплохо так ну 22 до это красно сейчас пилария и сан-луис подкрестор на броненосцев это логично будем то и бить будем бить так так справа борт нас уже атаки нет ну пускай пока опять же легкие кишина будут на подбойном борту у нас да мало кто справа подойдет и носки пускай отходит при на 5 5 5 5 опять же да для конца 19 века это лучше чем отлично ах торпедный супец конечно у нас полный смешались куча люди кони да у нас сейчас называется по юге сквозные пробиты ведь зараза сейчас может успеть пустить нет не успела не успела отлично не успела на хорошо наше счастье парчили 10 она прям была очень сильно близко к успеху скажем прямо что хорошая схема доказать у нас башни эти свет не работают просто посмотрите у них получается у наших ведь отбиралов две башни на левый борт я башни на правый борт все и они воюют тепло и нормально хорошая схема мысль пара раз так расположение орудий до архаичная нового что там не есть так оцениваете симаде что утонешь у нас так у нас здесь разворачиваетесь хорошо рагон поближе йода есть и может по ней что нужно так вот а йода пустила торпеда у нас по арагону значит блага ли я должен развернуться и не должны попасть дал пошел где у нас но да не должны попасть проскакивает раппида отлично без всякого моего вмешательства даже дам так арчила давай сейчас проверить борту да как хорошо что же броненосный лупит на новую борту прямо-то нереально радует так ну собственно что он сейчас пилая бьет по у нее и здесь тейба у нас еще идет дать сейчас броненосцы все по у нее работаем точность вряд ли будет большая но сейчас из-за погоды уже точнее за времени суток минус 331 процент но что-то попадает до что попадаются так и наш клим до из для вас космическ у нас кралка почти переследился уже драгонера да давайте-ка мы их развернем сейчас и может протокуем еще у нее рядами если получится я думаю это будет неплохо так а здесь получается что получается здесь мы филамена спасли мы молодцы дать добиваем тех кого видим там уже так на него давайте тоже объем тоже да у нас известная такое имечка сквозные пробития по наневе коралл пошел на взорота отлично шикарно так ты лая у нас лупит соответственно по у нее но далековато дать ка сейчас принесем огонь броносцев на тейба он ближе и по нему мы сможем работать всем бортом однозначно долгий бой же 49 минут здесь опять же здесь крупный мой очень крупный бой поэтому тут да прошу прощения что так долго но здесь это правда я думаю что но японцы хорошо броносцы тени хорошая точность потому что них новобранцы да у меня обученные окси плавит уже выбраться ты бы 24 процента сейчас жарко может попасть ты бы залп не все-таки нет не попало мы в 3 попали сняли попал бы так давайте ка сейчас летела я скину ход на 10 злок не так а вот смотрите код с подбойного борта у нас пошли снова миноносцы снова миноносцы хорошо штаммуре 3 крейсера прям даже отлично так коралл давай пока сюда куда-нибудь на у нее так и наши броненосные давайте чуть правее объемка увидим здесь кого сможем в принципе разгром японцев уже здесь я думаю что очевиден да у них очень много потонуло легких сил осталось добить 2 броносца сейчас противоборство пилаю тейба пила 90 процентов точностью тейба с лицевой пристрелка повезло нам не что них есть торпеда опять же да вот метра как нет и мне бы сейчас вот в это дело бы не влезать бы потом пилай дайк сейчас сильнее лево на борт так выберем 1 1 миноноска отлично так что нашими наносцы коралла у нас идет крылой пока сейчас право на борт ох да есть пробили опять же броню но правда в пилая тоже пробили броню прямого конечность да у нас страдает плавучесть у нас но благо пока что углов еще нет и у нас 98 процентов по залпу то есть может быть часто и вы прикончим если повезет не увидите не только как бы тоже него стадель ты затапливается посмотрим тоже на противобойство противобойство пила и тейба а вот и зал есть ну куда-то вверх это вверх это в башню вот в район башни настройки мы попали до видеть а хотя нет слушать пробитим полетели полетели башни отлично попадают ранее башню было начать и не ошибся это было попадание в башню и вторая улетела тоже красота все минус еще один в реносе японцы взял скриншотики тоже себе да ты и батонет супер-супер-супер-супер-супер остался только у нее получается у нас пила x покидает тоже строй но здесь неудивительно получил довольно сильное повреждение дать качество луису 13 узлов задача максимум еще добить у нее вот точнее задача минимум да такая эти коралл получает все я понял я пояп я понял меланоски отходим давайте ладно ни за что не форту сейчас коралл можем потерять что очень сильно у нее стал насовывать нам больно видите зал за залпом прям да я боюсь что коралла хана хотя сейчас принесли огонь видите потихоньку сейчас будем выпиливать ему тоже орудие противоминных калибров но коралла тоже не спасло пила я снова получил у нас ладно здесь благо сейчас он луис не уйдет у нее так что он здесь по легким кассирам а мы все мы не добились что дать к честно на цепле арагон отсоединить арагон конкретно 1000 разворачивайся конкретно 1000 бекк по китусину я хочу добить так каши и обширные пожары хорошо хорошо сейчас да сейчас разборка с броненосцем так смыть каши реки кассират немножко за ними не уследил они прошли дальше чем хотелось бы мне одеть у нас еще с этами наносится оказался жив благо у нас есть азул я думаю что справиться огонь так сэн-луис бьет по у нее кто кого смотрим опять 97 процентов точности у нас будет потихонечку разворачиваться бортом да сейчас у нас кремовая башня ступит строй ну углы кашни оптимальные для огня по унию какие есть вылеча залпы раз торпед отлично и попадание смотрите и попадание в унии пробили то что только супер к сожалению кремовая башня не вылетела у нас и не да не не пальнула не вылетел на снаряд у не тоже дал перелет хорошо так с это пытаясь сказать положение выйти в атаку судя по всему напилая но думаю что ничего не получится там толкового надеюсь луис у нас мальчик с луис неплохо опять ждать 4 дюймов к нарешат по унию вместе там за кораллы у нас отлично отлично хороший бой реально хороший бой интересно получился такой начинался к линейный да потом отразились на группы 2 лет от эсминцев то есть эсминцы японцы были японцы были очень близки к успеху вот бота будут еще выполнен то противопрямо тогда бы он выдал он отвернул буквально в последний момент то что-то ему да таки да так это чуть-чуть оставалось я уж не знаю к нему мотивацию сказать и потери сказать не выдержал огня логично указал кремовая мимо носовая мимо отдала где 96 процентов было и не попали благо что у нас тоже не попал но у не спустил весь горит он весь горит еще сожгем просто сожжем бывает просто здесь как деревенская изба да 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 я думаю сейчас он просто сгорит и это будет опять же оправданно он сгорит и утонет учись не плавучить все вы давите здесь здесь ему хана соответственно даже не успеет дать второй залп конец тонет просто весь да все минус броненосец добиваются минус который видим добиваем то сейчас легкие крейсера и принципе все то есть политику нас из лада рачила схватила что очень много схватила да она она получила 2 торпеда может у нас получила вот за этим я не услышал сейчас ну все-таки согласитесь броненосцы были интереснее поэтому ничего удивительного так роган нас этим пытается догнать учил у нас получается не схватить еще больше до попаданий так как и тогда давай по йоди бей опасненько что с магами то принципе стропе тоже а йода оба его при спорте стропе труда это магами щас на рапида помогали бей все остальные по по йоди но тоже дара чего у нас вот на грани гибели гибели выживет на лютонит еще большой вопрос но весь здесь да здесь сам не следил так и наш легкий то себя подошли сюда да есть магами садили по обильное деление ну и эту должны затопить уж надеюсь нам все огонь по йоде пока что а легких и сирам потом как раз огонь помогали будет нас такой пока что план у вас и что получается один раз потери даст не ошибаюсь все либо два помню 222 кораллы и что там еще уже так группа наших бреносцев и наш зло отходит наша синяя борода терапида убиваете а йоду точно смотреть уже скидз снизилась до 40 процентов то есть нас сейчас очень неточная стрельба уже потому что фактически ночь фактически ночью жил вот так нет горизонт издавшиеся и и шины и чудо у нас стоят тоже жалко что нельзя их реально в плен захватить это было бы интересно так смотри что тоже интересно у нас наша рагона не догнал не догнал китусиму послушала послушала где-то а вот здесь получается ошибаюсь да дым это явно противника дать пойдем семью шкале и достанем так что у нас здесь мангами у нас здесь получает до включает из наших крейсеров еще тропед наши пустили отлично смотришь семи ну да про тоже не сорвалась не не взорвалась у нас да все мангами мы добили шикарно но осталось добить теперь получается йоду который мы явно уже не отпустим и принципе она все будет закончится так рапиды у нас 25 процентов точности нормально тоже сейчас будем попадать сейчас как раз четырех дюймовки наведутся все отлично отлично затопление по йоде скину поход час на 7 узлов к спокойненько и расстреляют то японцы ну либо пускай не сдаются все так то что у нас наступила ночь я думаю как раз логичное завершение боя я думаю что разгром это однозначно разгром японцев 6000 японцев было погибло этом бою это дикие потери 70000 виктори поинт слушай ну и если вообще предложат мир одну на соглашаться то что 70 тысяч в.п. ну а что мы еще можем сделать то что куда мы можем сделать лучше да если попытаться сделать выставку конечно я опять же боюсь у нас просто нет 100 тысяч тонн для начала выставки покажут нам крейсер варяг тоже до времена русско-японской войны красивый красивый корабль варяг мне нравится может быть не самый лучший крейсер до этой войны но эстетически очень красивый тоже так ну вам предлагают мир дать дать всегда пока согласимся потому что у них лотка очень не осталось искать какие-то там их не отдельные миноноски по всему океану это такое себе ведь здесь дикие потери у нас получается что текст статистику не пострел дурачок да у нас коралл потоплены и все один наносится материал так и смотри к еще о кассе на кассе мы еще достать не флотов тоже поймали тоже легкие крейсерами давайте конечно вступить в бой однозначная битва японцы не повезло до 2 бой и действие преимущества наших сил тоже так противник нас к серверам противника все она будет убегать конечно без сомнения дать нормальный тревал 21 узел так у вас получается 21 21 до у нас здесь быстрее нет никого у нас все по 21 ну ладно все давайте из 10 японцы получается 21 чем-то то есть скорее всего их не догоним сейчас мы посмотрим посмотрим попытаемся пока не попытаемся так что у нас за осмотеку вас тоже вечер да у нас тоже вечер темнеет то есть ну да скорее всего ночью здесь никого не догоним я думаю что ха 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 жалко жалко красивый таки блока тоже у нас идут очень класс . красиво сделано все так вот если надо посмотреть с нас красота сделаешь сделаешь один скришотик не могу удержаться ну слушай я думал что здесь надо прекращать преследование то что это будет явно очень много но противник от нас уйдет скорее всего дачи с кустом интеллекту по управлять чтобы он вывел вас поточнее на японцы но у него сколько у него ходу больше то есть да наши до 2021 то есть тут мало честно догоним область тем более да не давайте сейчас возвращаемся и бросим бросим бой выйдем из него потому что здесь догнать не догоним до время потеряемся очень много на это бой я думаю смысл он для вас не имеет никакого как и для японцев большому счету плюс-минус один крейсер погоду уже не сделайте нам не потому что 70 тысяч 3 points это это однозначно мирный договор я думаю что японцы на следующем ходу как раз подпишут и посмотрим что сможем не взять помимо денег деньги тоже хорошо все разворачиваемся то отходим от противника дайте значит будет долгий отход я может быть частью вырежу а так тоже вот напишите вам комментарии мне интересно как каком данная серия каком данный большой бой вот опять же то есть получается ну почти что 100 кораблей в нем было вот ну порядка 15 20 fps комп меня вытянул вот думаю что неплохой показатель вот и в принципе мне понравилось то есть опять же японцев чуть-чуть не хватило мы будем считать что опять же это реализм да то есть как говорится рука японского дрогнула да когда он увидел потери миноносцев и решил отойти он подумал что может быть сейчас отойти до отдышаться подчиниться да может быть их броненосчики японские там нас колятьс могут что-то вот и по танцу идти опух circles атака ну вот у него это не получилось принципе логично опять же тут них кораблей много но корабли ли слабо вооруженные то есть нами нашу всего лишь под 엄청ed а аппарату да на легких кислях всего лишь почти 4 орудия то есть вот броненосные кроссе они плохие дом добре нос и неплохие пирös потому что уже не повезло то что мы их пробивали нас больше калибр плюс трапеция ждать утопили нас ахея тут как бы мало шансов было тигет гофс тоже астренгерский редноут тоже интересно корабль серии боевых кораблей мира есть довольно неплохая книга про них здесь ничья согласен согласен так да смотрите китайцы блядь на сша следует нам присоединиться я честно не помню что у сша по флоту давайте да потому что японцам еще закончим как раз и сможем наш флот к берегам америки передвинуть почему бы нет попробуем снова с ними войнод войнод что у нас эти по политике по флоту сша вся два корабля сейчас 4 броненосца благо вас тоже есть до 15 броненосцев крейсеров 18 легких 15 миноносцев неплохой флот в принципе опять же наш наш от японцев вернется и продолжим наше дело ваших пока что кубе тоже флот есть флот небольшой но постоять за себя он сможет дать сейчас снова вводим его в море ну куда-нибудь в карибск я думаю что да либо в северную атлантику хотя давайте к в атлантику может быть вот здесь у нас получается перемещается откуда-нибудь сюда сейчас мы их выведем пошли может быть может быть перехватим да может быть бой эти у нас . получается прям фактически на их маршруте если повезет будет не повезет ну начни будет так ну что следующий ход дождем посмотрим что у нас там будет сказать как посмотрим по кораблям что он здесь еще плане ремонта не ремонта то есть нот ремонт нас недолгие вообще да буквально месяц-два максимум еще вот в эксплуатации пару крейсеров у нас сейчас будет поэтому тут все нормально что с по финансам дать посмотрим по версиям нормально все у нас строится 76 процентов точно все хорошо пока что все прекрасно следующий ход 70 тысяч и 3 points кстати какой-то бой да тактическая группа у нас будет так нефть на суматке отлично да и вот писали мир писали мир вы смотрите провинции взять у японцев не можем до японии можем звать только через выставки можем взять у них опять же какие-то корабли вот либо грубо говоря 500 миллионов денег это весомая сумма я думаю что она соглашаться на нее единство может быть я взял у них броненосец еще чисто повязать просто интересно что там у них есть так броненосец броненосец вот и вами и вами есть у них вот и вами тоже такое историческое название да вот в сусимском сражении когда броненосец орел сдался на на второй день его японцы захватили как раз его и назвали и вами насколько я помню варяк был сои потом этот орел был и вами так ну давайте и вами возьмем опять же здесь на филиппинах она думаешь нам пригодится благо что не так много до 11 миллионов всего на фоне 500 это ни о чем да да давить вас весь хорошие фонды хорошо мы сейчас под захватили себе японцев естественно сменился владимир алтейства если смешная напасть я только что победил его ну да так и есть так и есть так потерь на спортов понятно устойчивая защита окей окей так что у нас опять же по войне по миру давайте посмотрим бою ему с сша плохие отношения с австралии плохие с британией давайте кстати из британии австралии будет улучшать потому что ну нафиг не хочу с ними еще войну ввязываться так и здесь значит получается что манили надо ставить какой-то небольшой флот давал от нас парочку легких крейсеров пускай он там остается все остальное раз чиниться соответственно да чиниться чиниться и давайте все что может тогда к нам будет перемещать большой вопрос то есть куда мы-то ближе опять же панского канала сейчас нет поэтому тут попали одну что метрополию для начала в кадис отправим то что можем отправить оттуда уже подумаем куда мы все это дело будем ставить так ты лая сын луис давайте адмирал и рапиды у нас пускай идут рогон и исландер отчил я бы оставил на филиппинах на всякий случай может быть даже думаю что азул я бы взял да ну азул у нас пока что чиниться так у нас это уже класса я подзабыл это уже классом ганск что у нас в этого по моему борьба у нас тоже классно на нас борьба это же классно это берем его берем наши нормальные миноносцы с 5 тропедными аппаратами 1-2 хотя бы штучки 3 их возьмем да так берем давайте сейчас рио де плата наш главной корабль зале зале лучшим возьмем резолюшим так что мы еще оставим тогда на филиппинах ставим дорогу он до исландер отчилл окей звук нас догонит починиться дом антонио 2 там азвали хика если так есть давайте два легких и все трусов это берем вот так решено и оставим еще 2 миноносцы здесь тоже на филиппинах все переместить по 7 ходов 7 ходов на долго конечно но какие варианты потом еще барбара у нас тоже будет догониться что давайте-ка это я что подумал мне эти крессера понравились 100 сраками первыми рудем я бы их построил бы еще давайте-ка вот таких мы еще с вами построим штучки хотя бы две еще строим так и пускай не будут нас не нибудь в кадисе пока что думаю что там оттуда посмотрим куда мы их отправим но пока что кадис хорошие крейсера получились мне понравились опять ждал коллективно творчество стриме она все-таки того стоило это было классно так ну что давайте-то сейчас у вас был тактическая группа на мою мир заключили следующий так вот на свете не и немножечко разминулись с американцами совсем чуть-чуть буквально так а куда вы у нас идет бритчтаун местозначение азия чего в азии забыли давайте здесь воевать ну так и берем 100 крейсером так кое-что но остальные ком куда вы дали сюда место значение то есть кого-то вы идите сюда но фактически то вот тут уже вышли правильно понимаю так я даже не знаю дать кого проводите перехватить где-нибудь здесь еще на маршруте только получится следующий ход но да да спите какой-то фактической группы сейчас будет опять же миссия хорошо это будет замес с американцами с американцами замеса будет интересно я думаю что так японцы предупреждают главного адмирала так у нас между венгрии и китайцы началась война окей окей да 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 смотрите у нас здесь есть небольшой бой здесь как бой здесь одна шмяноска и китайский и китайский нос крейсера ну давайте давайте уступаем бой конечно почему нет ой а у нас что ночь что ли вечер тоже вечер да у нас китайский крейсерации что закрепляют давайте посмотрим продольное освещение веса всего лишь пять процентов тоже немного нас это не это это для бота неплохо для бота это был победа и успех 109 миллиметров макс неплохо беда 21 узел слушать нормально нормально кресла на самом деле даже вполне себе мне нравится так и соответственно у нас есть наш минолосец есть не наш минолосец не наши 29 наш 31 хорошо так потянет к юго-западу дайте а сейчас этот адам тогда боту опускаем пока идет до минус я возьму пожалуй себе да и пойдем мы сами 29 узлов нормальный интервал и все пошли разгоняться погнали на главным ска будет а китайцы опять же сейчас видите китайцы даже для меня носки сделали продольное смещение веса все лишь 6 процентов это тоже для них успех ну то что вот обычно в чем большая проблема бота почему он опять же не увозит бои потому что у него плохие корабли а плохие корабли почему потому что не очень большой перевес на нос либо на корму либо кота еще то есть вот плохо может корпуса вот здесь прям китайцы постарались но китайцы и японцы были неплохие общем-то так противник на юго-западе ну будет лучше ступать на его бой тоже большого просто самом деле сейчас опять же ночь у нас сейчас видимость учитель и сократилась то есть мы можем увидеть это буквально в упор поэтому так это опять вперед лучше послать переноски то там уже как пойдет что ведь у нас и искусственных лекситами нас если выбрать и дать ими и он получается сюда где-то противник у нас в этой точке например на примерно так близко не пойду давайте я пока что сейчас тормозу запись видео вот и продолжим туда когда противник уже догоним ну или не догоним к выключил запись видео и какая спортивник спортивных на горизонте так торпеда отключая почему потому сейчас у нас если не поймут левом борту не будут наш крейсера поэтому сейчас давайте лево на борт хотя здесь пускай осуществляется пускай будет их командовать крейсерами окей дадим искусственному болвану шанс пошла у нас суровая ночная перестрелка так каменосцы от вы бейте сейчас минами по дальнему кораблю по дальнему экономить ставлю и работайте не садить так у нас же пожалуйста быть кого потому что справа прилетает ухты и по полному на минусе сквозное пробитие так нет не нравится эти беручи слева на борт сильнее лево на борт так пора очень китайцы не один торпедный аппарат всего лишь пройти поближе тогда да к нашему американскому визави и пусти торпедом нормально поставлю тогда так а нашему своим точнее сменцы соответственно пытаюсь отторпедировать ворчестер здесь мне довольно удобно будет так да наши китайские у 49 у 49 пустил торпеду но правда и по нему тропеда пошлите ночи опять же мы поздно их видим поздно видим поэтому сейчас китайский тропеду то схватит сработает нет конечно работает куда он денется так а наш торпеда цена 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 о да да отлично сработало тоже обменялись торпедами сейчас джин джанг пошел тоже нас в атаку у него есть тропеда аппарата пода часы он схватит сейчас он схватит так дать к вам сейчас она нашим нашим из пинцов пикет от это тропеда обработать ворчестер тогда ну ночной бой ночной бой он такой скину сейчас хочет туда тоже у нас посту что в китайский крейсер а я нас алиэкспресс от жучи с него плохо может придет одно к сожалению за переборок видите много переборок много но вот торпеды дать все-таки по себе хотели стать тоже недалеко от того чтобы пойти на дно только мы скажем прямо как повезет да ладно да сейчас про нашим эсминцам утопить американцам тут ворчестер да знаете рыбки пошли ох сейчас много в тебя войдет в санцинате о да но схватил схватил торпед часть тоже затопление но на плаву остался на плаву еще тропеда смыть еще тропеда еще тропеда есть так потеряли мы имена носятся нет потеряем реки крейсер печально но сейчас или американцы тоже потерять весь да все то есть пока что один один изменялись хорошо мне это устраивает нет устраивает бот у нас решил по уничтожать флаг став флаг став пускай так соответственно сейчас наш минус тоже 90 противник противника создаете цена те и учатся все то есть сейчас не осталось к миноносцам здесь по вооружению примерно равны что на что американские давайте ох ты есть и тропе 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 нет 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 но да попала попал на совоконечно благо у нас корабль живучий все таки да в этом плане газ из 1 5 на правду он выстрел все то есть больше 5 братов не дать сейчас скину скорость для нашего наносца пытаемся упор может давать айтис нет упор покажет давали нам усилий на упор давали наш катаруги стреляют но довольно вяло довольно редко да у нас больше конечно на носовой огонь если я точно ничего удивительно дайте увеличиваю ход значит на шесту распилит я бы не хотел потерять миноносец на этом глухом деле ну хотя сказать и потеряю дарите уже большие затопления пошли у нас очень большие затопления так а что у нас торпеды на китайцы пока не готова да к сожалению пока не готова есть отличное пробитие сейчас сейчас затопим сейчас подыма придет на дамы тоже пошел на дно такой размер что прям размер размен у нас вот с ботом да вот интересный бой получился боя и легких сил на такой прям не без потери искать что-то будет плохо легкими крейсерами управляет это не могут рассказать искать сейчас нашу дочь и человек погубил потому что слишком понадеялся на артиллерию потому что побед американцев поймут эти не добил да не добил а сам получил так флаг став торпеды есть сближаться не буду ведь больше с грамотно действует сейчас лучам он где держится задались торпед все-то хорошо хотя конечно у них давить у них а конечно слабее по 20 миллиметров всего да и пояс 90 не то чтобы сильно много ну бой того конечно выиграем да но по потерям здесь будет на равных ладно так не будучи сближаться на далее здесь торпед либо к себе поставлю на агрессивную да и все пускай полета сможет так на грани действия то сейчас по идее наш и легкий крейсер должен справиться с этим товарищем со флагставом я в него верю скажем тогда мне в него верю хотя как то вот но сквозное пробитие это очередное ведь сейчас работа симборта то есть он не догоняет на работать бортом все еще своими китайским сменится подсвечиваю он своим крейсером работы бортом по американцу логично в целом логично точно столько никакая на 9 процентов надо сейчас таки возьму управление добавлю хода подойдем поближе и насуем что значит и будет к такой тоже чрезмерно затягивание боя я бы не хотел но китайцы неплохие корабли должен признать что неплохие опять же крейсера не хуже чем мои в принципе сделано сейчас не еще опыта получит есть чем повоевать пока не наши союзники будем воевать вместе и искать сейчас не пишут нас по нас на нас войну против островения вы что против британии одновременно это будет жесткие войны конце концов да не все же нам по одному там подвал убивать так вот у нас противника-то и потеряли плохо тогда сейчас наносит наш поближе подведем у крейсера тоже 20 до 21 с половиной узла сдает поэтому немало немало потеряли противника и он нас потерял то есть неужели от нас торвется все таки слушайте не хотелось бы но вполне возможно ночь ведь нас наступил ночь ночной бой так заметил луча мне слушать вроде бы должны добить я конечно трудом освете ход 20 целых 70 узла всего лишь но и у него тоже неполный справедливости ради он где-то вот здесь прямо перед нами вот даже вид откуда вылетают снаряды так как есть у нас 17 года выдает максимум пока что это и другое мало то другое мало так дать качество 49 подвернем крейсер чуть-чуть но левее ночь прям ночи совсем хотя у нас еще пять часов на бой да может дождаться утра просто так и заметили заметили мы товарища какой у него ход нет интересно у нее сейчас 19,6 узла ну как синий густо 19,7 разгоняется что ли может что на топлива экономить и не знаю да не смейте него 42 процентов не скоро закончится уголь даже можно по идее погонять его время много на бой дается почему нет давайте пока идем за ним сейчас носовых орудий будем причесывать носовых плюс опять же даст наших орудий миноноски китайской так что не кстати по боекомплекта много что у него что у нас сюда это петро 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 петра долуну нет 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 китайцы живи хух прошла прошла подкили видели что подкилим отлично не у нее тропеда осталось последний сейчас пытаюсь его догнать обогнать нашим китайцы и пустим тропеда упор смогу того как он перезарядиться и хорошо ведь еще загоняем подлёки пейсер как раз дать даже немножечко леды вернуем как побольше орудий борт он будет работать так тропед давайте на норму поставлюсь вдруг вдруг будет какой-то шанс попасть у нас все тропед еще 2 и пусть мы китай стрелять не будет ладно так она тащит опять же не потерять его из виду не хочется пособойка бы давнюю сводить хочется все таки добить такие тут американскую группу став расскажет на крейсе тропед еще хватает тоже можно просто сейчас к секрету сметел на упор почти подходит здесь я думаю что по точность нормально будет уже лучше место что бронебойки только остались фугасы закончились неловко вышло так можете стропе допустим мы можем тропеду пустят у нас да у нас по идее еще не должны пускать далековато да есть еще затопление отлично сбиваем уход тропед у нее почти перезарядила смотрите почти почти перезарядилась что неприятно да прямо сейчас он будет выпускать и прям даже пустил и как раз мы выбили его машину дали он тонет но тропеду готов успел пустить ладно надеюсь что у нас шевучан не успеет затонуть да даже не успеет тропеду дайте повезло нам повезло конечно виктор поэнс ну примерно пором это справедливо справедливо потому что потери у нас тоже не маленькие ну ладно опять же интересный бой да не все же нам одну калитку-то воевать но опять же на союзников посмотрели на китайцев тоже интересно что не за флот что у них есть за корабли так ну что ж у нас будет дальше там так хорошо кого-то спасли хорошо китай отбил наступление хорошо отношения у нас улучшили со суренгрия почему хорошо так давайте теперь политика могут лучшим отношения еще и с кем у нас здесь плохие отношения это сейчас да блин много с кем на самом деле в британии давайте может быть лучшим отношения так что с тем с кем а британцы я пока что у вас точно не готов них логистика лучше чем у меня и это все я думаю что надо еще заложить аминоносцев у нас не довольно быстро мы теряем и вот класса коралл мне не понравилось опять же да опять название до предложил один из вас на стриме название хорошая и серия миноносцев получилось тоже хорошие москве мы строим строим хорошие корабли да так давайте заложим штучек 8 потому что 5 торпед 31 узел мне не нравится скажем тогда мне не нравится я думаю что ближайшие лет еще 5-6 в данной игре не будет явно актуально строим тоже строим где мы их строим да сейчас наверное 4 очка в кадисе я думаю что строим точно еще 4 очка я даже не задавайте вдавала вдавала пускай будут там ну да да так и кстати нашу бороду нашу бороду переместить так приместить корабли так синяя борода давай тоже в кадис догоняй догоняй 8 ходов нормально пошли так и у нас давала тоже два крейсера давайте мы их переместим в манилу хотя искали филиппинского моря хочется на что-нибудь так из манилы мы оставшиеся корабли как раз у здесь у нас есть как американской стране как здесь жесткая скале на самом деле его по идее перехватить бы наши будут это и можно попытаться ну можно можно давайте попробуем слушать а дать попробовал вдруг 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 получится убираем переместить у нас получается в конце вот где идут ноги тут здесь мы пытаемся переместить час поймать точнее давайте поймать их там и нашу там бороду мы тоже сюда к здесь их и объединим что надо у нас не путешествовал случайно день там не погибло неловким образом будет хорошо да так ну что здесь получается мы никого не поймали но ожидаемо ожидаемо дать пробовал здесь может по этому маршруту следующий ход у нас плюс 24 миллиона заход тоже неплохо да и фонда у нас уже 600 миллионов так у японского сменилась мины окей то все все это все равно американцы транспорта хорошо отношение с британцами улучшилась отлично отлично так наступают нас альянс заканчивается ну здесь все понятно впрочем ничего нового да так сказать код на скрипское море идет один тяжелый крейсер давайте попробуем поймать его туда куда он придет то есть вот сюда вот в эту точку он придет нас вот сейчас здесь мы и попытаемся поймать всем нашим флотом так что у нас здесь здесь мы не поймали да к сожалению не поймали но зато объединили наши силы тоже хорошо все пускай-то идут в кадисского пути поймает а поймают значит молодцы перемещаем ну все так и сможете 2 крейсер этика с филипинского моря мы прям куда нибудь вот сюда потом дать через карту на ту часть света боев судя по всему нас пока что не будет ну ладно за что в конвой с массово топить бы не начали так немцы поддерживают хорошо конга победил остатки сил конга окей получил он как полный контроль португальским конга все заговорились она и заканчивать уже серии так вот эти товарищи нас решили зачем-то развернуться дать попробую снова их поймать могут это точки с атак пойдет почему нет диск и скажет неплохая добра и носит 2-90 2 легких то есть есть что потопить может в кадисе ты скажи было бы честно нужнее но соблазн велик так новый 10-дюймовки транспорта ничего нового да у нас тут так эти товарищи у нас куда придут никуда минус не идут если я правильно понимаю да вместо значения карибы написан не думаешь не дуфкали бы дать попробовать еще один ход ладно поймаем их здесь сиди если поймали то поймаем если нет то нет так и наши легкие крейсера соответственно перемещаем их вот сюда куда-нибудь четыре хода хорошо пошли так а здесь у нас здесь у нас нет ничего от нас собрался крейсер куда-то шел венесуэлу решил 10 спрятаться как будто нет идем за тобой товарищи пытаемся честно холобучить но вряд ли получится на к сожалению так героические привод руля хорошо хорошо отлично китайцы наступают кота бешено тогда сейчас до в карибском море оставим вашу то то есть кадр пускай здесь у нас злобствует броненосцы никого не поймали все пускай это броненосцы уходим в кодис раз такое дело то хотелось москве 10 что то это русский это русский флот здесь давайте пока сюда еще погоняем вокруг филиппин да есть есть бой есть какой-то бой надеюсь броненосцем как раз будет сейчас проведем на сегодня будем заканчивать а нет смотрите здесь а санта филомена наша поймала арканзас одиночные окей даже не знаю так что набраться но выражение то не сильные на самом деле класса его дать вступаем бой тогда хорошо пытаемся попытаемся почему нет торпеда у нас есть конце концов взять можно либо сейчас мы затопим броненосец либо либо нет так у нас 21 с половиной 21 узел а давайте-ка сейчас у нас сразу им просто нормально и в ряд так здесь пока что бот она дадим команду да и пока что я пока не увидим противник родим команду боту и всем погнали когда дим сейчас далее допускай не хотим берут и отключу добрался там стали опять же такой мотопили американцам в нашу первую испаноамериканскую войну это пусть же 2 испаноамериканского с война время у нас вечер опять же то есть минус точность это хорошо потому что опять же броненосец американцев будет менее точно стрелять теста мы можем подойти по вы поближе на торпеда это нам плюс 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 соответственно передать и броносцы противника стали нам знакомый затопим будет хорошо догоняем догоняем пока что и здесь у нас все еще противник курс и особо не него где-то вот здесь получается то есть я правильно понимаю где-то восьми комы от нас наш санта филомена такой не самый везучий крещер нашего флота сам лично угребает за всех так все смотрите-ка заметили заметили противника и он даже гордо идет у нас слушать он прямо такой дерзкий резкий да такая штука американская опять же по типу мэйна дать попробую сейчас китайским тогда мяусом протоковать начало почему нет с носовых углов к зайти мы даже очень можем даже очень не должны я думаю что перед у нас на нормал хорошо сейчас пытаюсь пройти ближе дай посадить на тропеду так вот я немножко уже с ним запаздывать пролетела благо пролетела после тропеды раньше нас так только просто тропедирует я не понял благо что он промахнулся вот мы сейчас все таки мне кажется на плане то шансов имеем больше эти посмотрим классно что перед аппарат вообще смотрит интересно ну или по всему куда надо перед он пустил это наше идет попадание в наш сменец миноносец миноносец прощение канзас сейчас расхватит рыбку ваш работала глажит не с алиэкспресса было да есть работала прямо миды шикарно так наш игрек 38 отходи благор канзаса носу не сильно мощнее батареи так ну хорошо слушайте 1 до 1 кровь как говорится цепляемся так весь рапуск это уже действует по отдельности филамина давай это первое у нас получается по 1 3 было тропедом аппарат нанос на борт везде попробуем сработать на самом то если вы если получится хорошо не получится придем бортовым китайцы что по торпедам китайцы то же самое носовые бортовые такая крейсер похож и очень сильно на штук ухты 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 терпимо машины жалко дымов то не да у меня носки сейчас иди держись держи держи держись китаец сейчас филамина там поможете нет не выдержал не выдержал в принципе канзасу до затопления сделал машину выдал молодец сейчас опросками филамина у нас что сделает пустит торпеда тарас и 2 пойдет внутри что филамина залетит у нас это точно эти 8 процентов 8 процентов лука это много 5 рикошет повезло слушайте повезло от главного калибра не могло зайти тусаки 281 миллиметров 11 дюймов 11 дюймов то паста то более чем опасно так но эти филамина подходит но такое себе покажет тебя надеюсь торпеда то пустите нас может поближе подойдем посмотрим опять же можно пытаться вы выжечь их канзас безусловно ведь он сейчас весь горит это хорошо но тропедами ски будут быстрее правда да пошла торпеда давайте сейчас филамина лево набор даем дымы сейчас самое время идет наша рыбка хорошо идет к с опять же мидель и филамина неплохо идет 90 процентов точность надеюсь сейчас все переборки ски уже не выдержит да 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 рванул ровно бы комплект не смотрите судя по всему нет 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 не бы комплект ровно котлы ровно котлы и канзас пойдет одно все все есть есть отлично все время напустил еще одну торпеду но и канзасу все хана мы здесь опять же до 20 сменных легких крейсер против старого броненосца как бы шанс очевидно китайской минусу конечно честь и вечная память но 5000 3 поинс мы заработали отлично отлично не зря меня это все перехватывание это ловили американцы немножко приопустили на броненосец хорошо такой тоже перехват получился довольно интересный жалко что что на японца до выставку нечего было сделать так потоплено в канзас подтоплена прекрасно прекрасно она слушать я думаю что надо наш снафть лоски в кадису водить потому что здесь какая-то тут этот обществе скажет туда-сюда и без толку мне не поймать знаете мне просто не поймать думаю что тогда не нужно и пытаться давайте мы наш флот в кадис придем что здесь видите какие-то же крейсера идут ли к наш метрополии мне мне это то не нравится не нравится до что метрополии что-то нас будет поэтому пускай будут в кадис так а что у нас с могилю вас есть касались добрый носка крейсеров двух легких и мира носки к сожалению пока что 1 вдова вам устроим еще будут нескоро но пока что ты и этого скажем можно вывести опять же десятики для ножки ходит что-то еще вот пускай может быть сиденье в южной азии так на филамена 5 чинитла пускай к филамена то дочинит давайте делаем еще не следующий ход что у нас тут будет 750 миллионов неплохо неплохо на вы конечно фонда подкопить так карибах ведь опять же топим транспорта отлично еще ход пока что все идет война для нас неплохо для нас и судя по всему для китайцев тоже что в плане тибета южного китая то может быть не все ладно у них но тут уже пока что не справляются судя по всему так манили по чудо починили у нас филамена дать сейчас вот вводим как раз ты все сюда может здесь конечно какой-то бой получится для нас не самый ловкий но а стоп нет отставить 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 давайте-ка сейчас примере обратно манилу поясню почему потому что давал у нас как раз меня ножки достроились 4 штучки вот их сейчас надо бы нам соединить так а почему пока их переместить что нас по кораблям тут да не видите вот в эксплуатацию сейчас тогда еще один ход на перемещаем их в манилу а потом тогда уже да тогда уже будут они у нас все вместе там и будет там счастье потому что без меня носок все-таки дают в этой большой американской скатерин связываться не хотела вот смело оси пытаться то можно опять же торпеда топит хорошо почему бы собственно и нет да да так пресс разница полностью поддерживает наши усилия отлично с немцами стоянцами плюс так ремонт плюс немцы то что захватывают отлично и подарим китайцы старают допускать страдают что сказать таков таков путь таков путь так все перемещаем носки да и потом пытались поймать эту эскадру а наши эскадры сейчас проходит как раз в красное море есть эти как раз куча американцев идет может быть какой-то будет даже бой здесь посмотрим так крымском море пока что американцев нет никаких ладно следующий ход сентябрь американцы влага есть какие-то какие территории дальше поджимать этим мы с вами займемся как раз почему бы нет так снаряда да у нас с клопачком появились хорошо спорта теряет тоже хорошо спине по данным тоже хорошо отлично отлично что здесь по успеху то эти продвижение 10 0 процентов здесь у нас 0 процентов то есть это китайцы держатся хорошо китайцы не сдаются китайцы молодцы там будь как китайцы да это так что чужим дать к праву сейчас это наши эскадры поймать все-таки филипинское море начало дать от силы американцев будет неплохо ведь американ сейчас я точечная вокруг филиппин больше то что что я в кодицу ел свою из камера на хорошо но может быть может быть даже зря не знаю посмотрим следующий ход октябрь боев опять же нет да жаль жаль так у нас острая венгриях так сша бред нас военных преступлениях давайте поднимем престиж здесь не так много 17 миллионов все так трубы окей так что с политики дать к лучшему отношению может быть опять же ой со среди нас почти война не там надо здесь срочно улучшать срочно прям улучшать не хочу с ними воевать конечно со стороны вообще не в тема просто зачем мне сейчас воевать хотя как раз вот именно за них возможно будут какие-то корабли ваши игроков потому что за шаги миски ключи много кораблей возможно там будет интересно что не хочу за флот сейчас эти посмотрим австро венгрию где она вообще у нас есть вот у нас 16 кораблей все слушать ну можно повоевать большому счету чтобы нет дать следующий ход так есть нас будет какой-то бой отлично так ухоу гиппоз все революция отлично так и вот и на широкий крейсер на три броненосных крейсер типа серьезно ладно так защита трасс к тактической группы ладно давайте мы все не будем заканчивать уже вот опять же серия нас под два часа получается этот бой оставим на следующий раз я думаю что тоже буду интереснее здесь три на три получается три легких да на три броненосных но в принципе принципе да опять же по скорость у нас есть преимущество полузла и по количеству орудий у нас в общем то не хуже да у нас много 4 дюймов у них всего лишь 4 7 дюймовки но зато 14 81 миллилитровых орудий неплохо тоже потому что будет интересный замес все он сегодня сохраняюсь всем еще раз большое вам спасибо за ваши проекта за вашу поддержку самое главное за вашу помощь вот за ваши комментарии и за все слова что мне пишите да за наши споры за интересные дискуссии за все 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 вот так же опять же к маленький анонс по настолки на вид так секс вот опять же сегодня поиграл мне первый раз докрасил все корабли вот и сейчас потихоньку буду дальше просто делать по ней выпуск вот ну надеюсь что покажу вам ее надеюсь что скоро надеюсь что скоро ладно все на сегодня еще раз все спасибо и до свидания